Так, обязанность женщины создавать атмосферу в доме. Это женщина делает, не мужчина. Музыку включать, выключать новости. Мужу как бы нельзя от новостей отвадить, а вот переключить его на хорошие вещи можно. Подобно предложить посмотреть вот такой-то фильм. Причем не говорит «посмотри, посмотри, тебе это поможет». Мужику так не надо говорить, это бред. Мужчине надо по-другому разговаривать. Надо ему сказать «слушай, я хочу от тебя получить совет, и вот есть фильм, в котором как бы разбирают ситуацию, и я потом хочу узнать твое мнение по поводу этого фильма». Он скажет «ну все, давай смотреть, очень вдохновиться». Потому что как бы его поставили в правильную мужскую позицию в отношении к этому фильму. А если вы ему говорите «смотри, дурак, тебе поможет». Я-то уже все это знаю. Так нельзя с мужчиной разговаривать. Надо сказать «я смотрела три раза этот фильм, ничего не поняла, но чувствую, что очень хороший. Давай посмотрим вместе, ты мне объясни, что там в нем». Он скажет «ну правильно, что ты там поймешь. Давай посмотрим вместе». Сейчас я тебе все объясню. «Немножко хитрите, иначе не будет отношений, не будет совместной жизни. Мужчину развивать только через ответственность можно». Допустим, если вы ему скажете «слушай, у меня тут одна такая проблемка есть. Мне врач сказал, Олег Геннадьевич сказал, бегать надо, а я бегать не хочу, ленюсь, только с тобой смогу бегать. Сможешь меня попасти немножко, со мной побегать по утрам?» Говорит «ну давай, что, пару раз бегаем». Что, не побежит? Нет? Это как посмотрите, мои хорошие, как попросите. Поплакать надо чуть-чуть. Посидеть, поплакать. Не, не побежит? Не знаете. Кто умеет мужчину вдохновлять? Поднимите руку своего. Учитесь вот у них. Они умеют. Есть женщина? Да. Ну, как вы вдохновляете, расскажите. Микрофончик дайте. Давайте, кто хочет поделиться, как вы вдохновляете? Девушка, вот, кто хочет поделиться. Микрофончик есть у нас? Вот микрофончик возьмите. А вон она, вон поднимает руку. Правильно, молодец. Отлично. Расслабляется. Чего мужчина он? Мужчина, взрослый ребенок. Правильно. Молодец. Ну, вот, я представляю, что, ну, вот, например, ну, прям, надо ему муниципалу, если сказать, чтобы он напомнился. Чтобы он был в реакции. Мне предпочиталось, что-то, ну, просто попросили. Ага. Да. Вот вы имеете такой громкий муж, к сожалению. Ну, давай, как ты, чего мужчина он, да? Нет. Нас, что помнить? Помнить еще раз, привели носки, выбирали. Ага. Хорошо. Можно так, да. Есть разные, допустим, мы говорили о четырех категориях людей. Вот, допустим, третья категория, торговцы, их надо вдохновлять вот так, как она сказала. Слушаем музыку, убираем носки. Правильно. То есть бонус, бонус. Бонус задавать им. Вот. А есть, допустим, вторая категория, у них чувство долга сильно развито. Их надо по-другому вдохновлять. Иван, надо говорить. А, как? Если военный, надо его вдохновлять так. Ты у меня очень героический, и я знаю, что ты сможешь убрать носки. Ну, то есть призывать чувство долга, как к мужественности, к ответственности, вдохновлять. Ученого надо вдохновлять знанием. Надо говорить, если носки лежат вот здесь, они оскверняют всю квартиру, в результате неблагоприятная среда создается. А вот там благоприятно. Это доказано. Лидическими учеными. Скажут, ну, интересно, давай попробуем. Проэкспериментируем. А третья категория, четвертая категория людей мотивирует с помощью интереса какого-то. Допустим, жена подходит, говорит, магическая уборка, смотри, как надо носки складывать. Это магический процесс. Так берешь, складываешь, оп, они вот так лежат, приносят счастье. Он такой, оп, счастье. Понял? Вдохновлять надо обязательно. Но мы говорим сейчас о том, как женщине с мужчиной побежать вместе пробежку сделать. Мужчина ленивый, женщина ленивая. Вообще-то мужчина должен вытаскивать женщину. Есть два варианта. Или женщина сама начинает бегать сначала без него, и он потом подключается какое-то время. Так всегда работает эта система. Второй вариант, если она уже на него влияние имеет сильное, она может его вдохновить, чтобы он бегал для того, чтобы она раскачалась, потому что он рыцарь, как бы. Это уже достаточно развитые отношения, когда мужчина хочет заботиться о женщине, у него есть желание заботиться. Но она это желание ему тоже проявляет. Она его мотивирует, чтобы он заботился о ней. Потому что мужчине нравится в целом заботиться о женщине. Но нужна мотивация. Например, если ты меня поднимаешь утром, я тебя сильно буду любить. Я вот чувствую себя любимой тогда. И у него эта мотивация, он будет думать 50 раз, надо сказать. Но 50 раз он как бы пробует, будет любить сильнее или нет. Интересно. Он поднимает вас, с вами бежит, а вы потом весь день ему на шее висите. Он думает, ну да, работает система. Давайте я буду поднимать теперь, кажется. Ему нравится такая жизнь. Ну то есть, всегда насилие не работает никогда, ни с мужчиной, ни с женщиной. Насилие не работает. Работает только любовь. И применение правильно психики человека. Надо понимать еще природу человека. Вот допустим, мужчина, он, если сам захочет изменить свою жизнь, он меняется очень быстро. Если сам не захочет, изменить его вообще невозможно. Но, вот это желание, чтобы он захотел, оно меняется. Если ты живешь правильно, его желание жить правильно, начинает меняться постепенно. А потом, когда он уже сам захотел поменять свою жизнь, он меняет ее очень быстро. У женщины быстро возникает желание. Но поменять себя, и она быстро может поменять свою жизнь, женщина. Но поменять привычку в себе ей очень сложно. Но привычки у женщин неустойчивы. Сегодня так она живет, завтра устала, по-другому живет. У мужчины привычки очень устойчивы. Он сформировал хорошую привычку, она на всю жизнь. Но мужчине, чтобы поменять привычку, нужно много времени. А женщине мало. Поэтому сначала вдохновляется кто? Женщина. И женщине, пожалуйста, не надо удивляться, что вы как бы живете правильно в семье, а муж, который за собой должен вести, живет неправильно. Муж олицетворяет вашу прошлую судьбу. Он живет так, как вы раньше жили. Вдохновите его, вдохновите свою судьбу, поменяйте ее, сделайте так, чтобы он стал сильным. Вдохновите его любовью своей, лаской, заботой, не упорами, упреками и унижениями, а лаской, заботой и принятием человека, какой он есть. Надо учиться радоваться тому, что есть... Обычно женщины не понимают. Например, женщина говорит, я уже по часу молюсь, а он только пять минут. Знаете, что мужчине пять минут, это как женщине час. Вот прогресс у мужчины даже за пять минут лучше идет, если он пять минут молится, ему женщина за час. Потому что ему начать тяжело. А потом, когда он начал, ему развивать дальше очень легко. Я говорю, да слава богу, что он пять минут молится. Все, это ваша победа. В мужчина это тяжелая артиллерия. Знаете, что такое тяжелая артиллерия? Это большие пушки, большие танки. Их очень трудно привести на место, когда начинают стрелять уже дальше суживезла. А женщина это пистолетики автоматики. Быстро начинаем, быстро заканчиваем. Результат слабый. Мужчина. Один раз стрельну, результат сильный. Но начать тяжелее. Вот такие дела. Женщины, никогда не грустите. Если начали грустить, значит, надо искать общение правильно. Искать общение. Тот должен подбадривать. Сами не надо самим себя лекцией. Вдохновлять себя надо сразу. Мужчина усилием воли меняется. Он скажет, нет, я сказал, буду жить правильно, все. Усилием воли. Пока не сказал себе, он не поменяет жизнь. Женщина усилием воли, не должна ничего делать. Надо вдохновляться. И когда женщина себе говорит, я сказала, еще хуже будет. Она в себе вообще разочаруется. Потому что ее, я сказала, вообще не работает. А вот вдохновилась, сразу сработала. Мужчина не вдохновляет, ищите подружек, которые будут вдохновлять. Они будут говорить, ты не печалься, моя хорошая. Ты не прощайся, все будет хорошо. Какие у вас вопросы по характеру женщины? Мужчин, главный вопрос. Давайте женщине. Мужчин тоже будем спрашивать, нормально. Я еще раз хочу повторить, что вы зря подумали, что это женщины мужские и женские лекции. Это лекции общие. Просто первая лекция вокруг женщины идет, а вторая вокруг мужчины. Ну то есть мы говорим об отношениях. Они всем нужно знать. Потому что одна точка приложения женщина лекция, другая лекция точка приложения мужчины. Мужчина. Женщине тоже надо знать, когда точка приложения мужчина, как вот что, как быть, как вести себя в этом случае. Да? Да? Я не могу сказать, что вы читали эту систему, потому что вы уходите. Вы сказали, что вы видите, что мы с бабушками, с родинами, а мужчинами, если подать, то это вообще начнет. Вы знаете, я вот это напоминаю, это не синие экипажа, а какие-то вещи, которые вы становитесь. Но в вашем стадии даже здесь свободно, если с тобой не заранее. Это означает неразвитый человек. Да. Большинство людей неразвитые, незрелые люди в основном, незрелые. Зрелая женщина, она становится сильной, такой мудрой, доброй внутри, и спокойной, не дребезжащей. Настоящая бабушка – образ бабушки хороший, строгая, сильная, снисходительная, не дребезжащая, наполненная внутри себя. Образ дедушки правильного – смиренный, спокойный, добрый. Между собой? А чего им между собой-то много? Они уже жизнь прожили там, они друг друга и так чувствуют. Это означает, что они незрелые. Это означает, что они незрелые. Если люди правильно прожили жизнь, они друг друга знают, чувствуют, не спорят. Просто между делом говорят, бабушки и девушки должны быть наставниками. Они должны больше заниматься духовной практикой, молиться и меньше вникать во все проблемы этого мира. Это развитые бабушки и дедушки так себя ведут. Неразвитые постоянно ходят, сплетничают всех, указывают, мучают всех. Это означает, что они сами себе не создали внутренний мир правильно. Чем человек старше, тем тяжелее у него карма. Если карма навалилась сильно, она ломает человека. Когда ломается женщина, становится ворчливым. Мужчина ломается, становится как тряпка. Нужно понять, что пожилой человек – это не значит сломанный человек. Пожилой мужчина – это сильный мудрец, смиренный, очень спокойный, рассудительный. Женщина пожилая – это такая крепкая, очень мудрая мать. Спокойная, добрая, сильная. Это правильный образ. Я видел много таких людей в своей жизни. Зрелых, сильных, мне Бог показывал. Я жил в святом месте несколько лет, когда был еще совсем молодой. И там заботился о людях, которые уходят из жизни. Там много других людей вокруг я видел. Зрелых, сильных людей, верующих, настоящих людей. Я наблюдательный человек, поэтому у меня сложилась картинка. Я понимаю, кто такая женщина пожилая, правильная, кто такой мужчина. Как они выглядят. У нас, к сожалению, в нашей культуре, в которой мы живем, в нашей среде, люди живут в основном неправильно. И надо это принять, к сожалению, это факт. Так как люди в основном неправильно живут, поэтому в основном они несчастны. Но это не значит, что вы должны быть несчастными. Вам никто не мешает начать жить правильно. Вот в моей среде, вокруг меня, все счастливы. У меня никто, потому что моя судьба так поменялась. Когда я был ребенком, у меня все были несчастливы вокруг. Все до одного. У меня все там то пьянь, то еще что-то, то драки, то разбой. Там вот такая как бы жизнь была, когда я ребенком жил. Сейчас вокруг меня все счастливы. Нет несчастных людей. Почему? Потому что я работаю над этим. Я работаю над своей судьбой. И вы тоже становитесь счастливыми вокруг. Почему? Потому что такова цель жизни. Человек не должен поддаваться. Он должен стать сильным. Я сегодня встал очень разбитый, уставший. Я давно еду уже. Мы с Максимом так шутим, с врачом которым. Давно едем. Стал разбитый, уставший. Начал делать йогу два с половиной часа. Всего четыре упражнения. По сорок минут каждый. Стал позу березки на сорок минут. Потом следующее упражнение. Через два с половиной часа я просто будто заново родился. Счастливый, спокойный, радостный. Я сегодня лучше выгляжу, чем вчера? Вот из-за этой йоги. А вчера же я только прилетел. Поэтому у меня не было такой возможности. А завтра еще лучше буду выглядеть. Потому что я побегу с утра. Буду бегать в парке. А потом буду купаться. И на лекции вообще буду счастливым. Видите, у меня всего два дня на восстановление. Потом опять перелет и опять дальше. И если я это не сделал, дальше я как ватрушка. Ваш вопрос? Микрофон. Ты не печалься, ты не прощайся. А есть ли вот умение, лапа, любовь, здоровье. Здорово в духе не заканчивается. У вас, то есть, что эта ума, она станет летом. А вот желание именно охраняется. Ответы к другому человеку? К другому человеку что? Еще раз погнять не скажите. Я говорю, что если в семье это желание, создавая сферу, обновляясь для души от ума, от осознания на МВС, а уже родственник отец это послание к другому человеку? К другому человеку? Это испытание такое. Ну, любовь, влюбленность, это естественное чувство. Всегда кто-то нравится. Вот вы мне тоже все нравитесь. Вы такие красивые, все хорошие. Слушайте меня. Что мне порваться теперь? Бросить жену? Что мне делать? Что делать? Что делать? Что делать? Надо поставить верность выше влюбленности в своем сердце. Надо разобраться в этом вопросе. Надо понять, что есть верность. Это чистое, глубокое чувство. Мы с тобой уже долго живы вместе. Чистое чувство светлое. Оно дороже, чем просто вот эффект этот ВОВ. Это значит, что у вас есть засада в сердце, неправильное представление о жизни. Вы хотите наслаждаться человеком. Вам хочется, чтобы рядом был человек, который вам принесет счастье. Это запрещенный прием. Вы знаете, если борешься, допустим, самбо. Самбо занимаешь, там есть определенные приемы. Но ты, допустим, до этого занимался дзюдо. А в дзюдо там больше приемов. Можно больше делать. Можно удушающие приемы делать, там еще всякие. Это называется запрещенные приемы. И хочется, знаете, потому что ты быстро побеждаешь. А он не знает этого приема. И раз тихонько сделал, чтобы никто не видел. Но этот прием из другого борьбы. Судья замечает, говорит, тебе штрафной балл. Поймите, что влюбленность может быть только тогда, когда ты не замужем. Если ты влюбляешься в человека, но ты уже замужем, то это запрещено. И это разрушает, даже если человек просто гениальный, идеальный, самый лучший. Все самое лучшее в нем – это все яд, который убьет твою жизнь. Яд, который разрушает твою жизнь. Потому что не ты решаешь, с кем ты будешь, а Бог. И Бог вас не разъединяет с мужем. Он вам обоставляет вот эти отношения и не собирается разъединять. Потому что там находится ваша судьба. А, то есть вы уже наслушались таких лекций, да? Нет. Вот если вам на лекциях читают, что есть разная судьба, у кого-то по судьбе есть развод. Если вам такие лекции читают, выйдите из зала. Потому что вашу жизнь разрушают эти люди. Это разрушители, понимаете? Не слушайте их лекции. Они разрушили свою сначала жизнь и не один раз. А потом хотят разрушать чужие жизни. Сама идея, сама эта мысль, что тебе по судьбе развод, это мысли, это ядовитая мысль. Вы отравлены сейчас. У вас ядовитое мышление. У вас нет развода по семье, по судьбе. У вас должна быть стабильный брак, стабильное отношение. У вас хороший человек, Бог вам дал хорошего человека. Правильно. Просто вы хотите балдеять. Вы не хотите нормальной жизни. Балдеять хотите. Причем у вас балдеж такой изысканный. Вы отравились неправильными отношениями с мужчиной. Смотрите, когда мужчина с вами начинает на духовные темы общаться с помощью сюсю-пусю. Вот это самое опасное. Понимаете, если бы он просто там, допустим, вел себя порядочно, не привлекал вас с собой, говоря о духовной, представляете женщины, как классно. Мужчина разговаривает над духовной темой, работа над собой, а сам заигрывает с ней. И у нее появляется, привлекается женщина этим мужчиной, а он на самом деле ее обманывает. Это такой хитрый способ завлечь, говорить о возвышенных вещах женщин. Так же все делают. Смотрите, любой мужчина там, я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ. Понимаете, то есть это же классика жанра вообще. И когда, допустим, женщина смотрит, в ней наставник, допустим, он начинает на нее смотреть, женщина знает, что это за взгляд. Начинает на нее смотреть не как на дочь, а как на женщину. Этот человек дисквалифицирован как наставник. С ним дальше как наставником общаться нельзя. Потому что этот человек сладкий яд ведет в твое сердце, который разрушит твою жизнь. Потому что яд самый настоящий, сильный, он всегда имеет только сладкую природу. Он входит незаметно в сердце и потом разрушает правильное понятие о жизни. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила и больше ничего. Ничего, то есть ничего. А если вы бы узнали свою будущую судьбу, то вам бы были просто в шоке. Вот если вы сейчас сделаете так, как вы сделаете, то этот человек поиграется с вами полтора года и бросит вас потом. Он говорит, мы с тобой философию будем только разводить, жить с тобой вместе не будем. А муж ваш вам назад не вернется. Потому что он очень верный человек. Один раз сделали так, все, дальше назад дороги нет. И вы останетесь одна. Хотя по судьбе вам не положено. Вам по судьбе положено слушать старших. Отрезвело? Не слушайте лекции тех, кто разрушает жизнь. Не верьте тем, кто говорит, что положено по судьбе другой брак. Это бред. Если человек не сдает свои экзамены, придется мучиться. И потом Бог думает, давать ему другого человека или нет. Но если вы уже рассчитываете на то, что вам Бог даст другого человека, это иллюзия, так думаете. Это оскорбление по отношению к Богу. Бог уже дал человека. Зачем искать кого-то другого? Все. Если вы хотели, старались, но не смогли, так получилось. Раскаивайтесь. Раскаивайтесь. Возможно, Бог даст другого. Возможно. Нет гарантии. Возможно. Но если вы думаете, что положен другой человек уже по судьбе, когда Бог дал хорошего, а именно верного – раз, доброго – два, серьезного – три, отзывчивого – четыре, то тогда, извините, моя хорошая, второй раз такого человека никто давать не будет. А если вы увидели какого-то светлого, такого очень возвышенного, который вот такую игру играет светлую и возвышенную – это яд. А вы узнаете у этого светлого и возвышенного, какая у него судьба. Он расскажет, что у него было до этого. Все? Отрезвела? А? Молодец. Молодец. Старайтесь побеждать судьбу, не поддавайтесь ни на что, мои хорошие, будьте сильнее, не поддавайтесь. Судьба иногда испытывает очень коварно. Коварные испытания иногда бывают очень. А записки я не отвечаю на записки. Это все равно, что с куклой спать вместо жены. На записку отвечаю. Вопрос. Вы говорили о том, что он живет, что твоих нет. Вам надо, да, вам надо. Я обидчива. Да. Как с этим работой? Я это принимаю, а дальше вы все с вами не разу. Как вам? Что вы делаете? Принять сначала я обидчивый – это хорошо. А дальше вы будете менее обидчивы просто и все. Потому что обидчивы, потому что вы боитесь этого. Когда вы не станете бояться, то и вам будет все спокойнее. Обиделась – сразу перестала бежать. Спокойней стань, потому что когда обиделась и не принимаешь, обида держится. Когда обиделась и принимаешь, она прошла. Ну, взять допустим мужчину. Вы обиделись на мужа, допустим, и он не принимает это. Но у вас обида держится. Вы обиделись, он улыбается, говорит, ты не печалься. Принимает обиду. Сразу все прошло. Он не принимает, вы должны принять. Должен сказать, я обижаюсь, потому что я женщина. Олег Геннадьевич так сказал. Женщина всегда на кого-то ссылается, она сама утверждение не делает. Потому что ее знание, оно основывается на чем-то. Мужчины знание изнутри идет, у женщины основывается на старших всегда. Мне, когда жена что-то советует, она говорит, послушай свою лекцию, какая-то минута. Там ты сам все объясняешь, как правильно. И сделай вывод. Послушай, сделай вывод. И говорит. Как только женщина начинает работать над своим характером, падает в засаду. Этот темный лес. Там настолько все плотно, такой плотняк, что она просто потом дальше начинает себя мучить, изживать, страдать из-за этого, что она туда просто залезла. Поэтому никогда не работайте со своим характером. Что нужно делать? Нужно просто делать добрые дела. Обижаю всех, успокаиваю, значит. Обижаю всех, успокаиваю. Извините, что я обиделась, так получилось. Я не хотела вообще. Позитивно надо сказать всем об этом. И обидчивость будет меньше сама. Как только женщина начинает копаться в своем характере, она ее парализует. Она не знает, что ей делать дальше. Ее парализует просто внутри. Такая ситуация. Девушка, вы расстроились? Ну, кляда. Да. Все нормально? А с вами. Ваш вопрос? Начали. Здравствуйте. Я хотел бы вам уже добиться. У меня на семье было убедилось. И вдруг я начинал. Ваши лекции уже на облево. Вау. И развалило бизнес? Нет. Слава Богу. Все нормально получилось. Я почувствовал ее подвержен. Я почувствовал этот курс в жизни. Я почувствовал такой как-то кайф от женских классов, который ставит счастье, когда мы не знаем, что трех лет не все. То есть, где-то великолепно, вовсе у меня в жизни. Вам спасибо большое. Видите, он по-мужски поступил. Это был не вопрос, а просто благодарность. Вдохновил всех. Вдохновение принес всем. Мужчина должен так поступать. Мужчина должен всех вдохновлять всегда. Он должен сильную позицию уметь. У вас, женщины, да, ваш вопрос. Да? Да. Это тактика. а тактика сверняющая тактика когда кутузов с наполеоном сражался наполеона не было возможности наполеона никто никогда в жизни победил он не проиграл ни одного скажи даже когда он отступал он все сражения выигрывал всегда его победить было невозможно это был самый талантливый полководец того время он знал точно всегда как побеждать его победить было невозможно и кутузов это понял поэтому он отступал и он оставил москву даже ее сожгли и на на пути французам не давали ничего не давали ни одной деревни все сжигали им не было кушать возможности там провизия не было возможности но все сжигали отступали было отступление это тактика ведение боя потому что надо знать закон что всегда свет побеждает тьму когда солнце в отходит все тени отступают тени исчезают полдень их нет уже все тени вот ну то есть тени отступают всегда тени означает мрак или невежество отсутствие знания когда человек не знает как правильно жить как правильно кушать у него нет счастья от этого знания он кушает то что может и поэтому жена с любовью готовит мужу то что он хочет но при этом она богу говорит я не хочу за это отвечать это его как бы судьба пожалуйста господь не надо меня за это наказывать она будет оскверняться все равно будет неприятно это готовить это все противно для нее будет но она будет терпеть ради мужа но при этом она должна увеличивать стандарты например означать сначала просто с мясом готовит потом она говорит слушай мне так трудно давай я буду отдельно мясо готовить отдельно вегетарианскую пищу вегетарианскую пищу надо освещать не просто готовить и с молитвами готовить а мясо освещать не надо потому что как бы это уже низкий стандарт освещения пищи мясо освещать, потому что это продукт насилия. И постепенно у него пропадет вкус к этой пище, потому что эта пища, пища от сильного страха. Веды говорят, что мясо можно есть, когда голод, война. То есть мясо это пища наполненная страхом, то есть пища, в которой как от безысходности, ну как бы человек есть мясо. Мясо это пища, приводящая к депрессии, к немативному мышлению, потому что она на насилии основана. Когда растение убивают там, растение ничего не чувствует. Это жизнь, сон без сновидений. Растение спит так сильно, что себя не помнит. Когда веточки обрезаешь, дерево еще лучше растешь. Но когда у поросенка ножку обрезаешь, оно лучше не растет уже, потому что там возникает сильная боль. Растение наоборот пробуждается, когда его обрезают, и сильнее еще растет. Поэтому как бы оно не страдает, момент оставления тела даже. Душа растения находится в основании корня. Если даже срезают стебельки, то душа не трогает, душу не трогает. Она опять растет. Но если основание корня срезать, то все, растение погибает. Но при этом оно не чувствует, что оно погибло. И поэтому, когда человек ест растение, то нет насилия. Душа же не погибает, оно новое тело получает дальше. Насилия нет. Но когда животное погибает, оно чувствует насилие, оно уходит на тонкий план и хочет вернуться в тело свое, в каждое живое существо. Я когда мой знакомый один от рака умер, тело оставил, он вышел из тела, я видел, как все происходит. Он вышел из тела и два раза пытался туда вернуться. Он понял себя там снаружи, начал назад возвращаться, а у него не получается, потому что тело уже все, уже не живое. Так и животное тоже. Оно привязано к телу. И когда оно протухает, тогда уже душа уходит с тонким телом от этого грубого тела. Но протухлое мясо уже никто не ест. И если животное само умерло своей жизнью, своей смерти, тоже никто это мясо не ест. И яд мясо тот, когда его убивают, чтобы оно было свежим. Вот когда свежее мясо, оно всегда наполнено насилием, потому что душа хочет вернуться назад в это мясо, а человек его ест и получает депрессию в сердце, потому что как бы ест то, что его оскверняет его жизнь. Это всегда происходит от отсутствия знания. Человеку вполне достаточно есть молочку, допустим, сметану, творог. Люди, которые вот это тоже этой пищей питаются, у них формируется гнилостное пищеварение. Оно всегда конкурирует с молочно-кислым пищеварением. И поэтому они сочиняют теории о том, что молочное питание вредно для здоровья. Сейчас эти теории очень популярны. Они это очень активно доказывают всем. Хотя все спортсмены едят сейчас уже не мясо, а детское питание для того, чтобы мышцы качать. А все детское питание на молочке сделано. Ну то есть это все эти теории вреда молочной пищи и так далее. Это все полный бред. Китайцы сейчас провели многомиллионное исследование и доказали, что мясо является главным канцерогеном. Поэтому 2 миллиарда человек в Китае живет. Там сейчас национальная программа переход на вегетарианское питание. Отказ от мяса. Национальная программа по всему Китаю. Во многих развитых странах уже давно это знают. В Америке, в Лос-Анджелесе, когда приехал, там куча вегетарианских ресторанов. На каждом углу зеленые коктейли можно попить для того, чтобы улучшить себе здоровье. Все уже знают, что зелень – самая полезная пища на земле. Знаете, что зелень – самая полезная пища на земле. Она восстанавливает все, улучшает здоровье во всех отношениях. Зелень, именно листья. Зеленая зелень – самая полезная пища на земле. Поэтому сейчас во всем мире больше зелени стараются. Все нормальные люди есть. А мясо сокращают. Вы не будете все бросить, сто процентов. Просто сейчас из любви делайте то, что он хочет. Нельзя человека насиловать. Если вы ему отменяете его пищу, то, что он хочет, он с ума сойдет. И он никогда не будет идти к вам. Когда человек без любви поступает близкому человеку, получается противоположный эффект только. наоборот все получается. По вашей судьбе я вижу, что через где-то полтора года он становится уветвлянцем. Ему не нужна будет эта пищу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...